Вот так, наверное, видно, да? Ну да. Вы мне объясните, что вы хотите, как? Значит, вот как сейчас мы с вами встретились, вот так вот, это у меня будет, значит, субботы, они, может, рано утром уезжают, и я остаюсь совершенно один. Но это уже как-то неудобно, все время спрашивают, вот которые выставляем ежедневные утренние разборта, если бы я встречался с кем-то, мне удобнее, конечно, с вами. Я бы утром-то вот так вот встречал, а вы бы меня спрашиваете, ну, что там за день есть-то? А дальше я все это засчитал, а потом вы свои бы вопросы какие-то, вам кто-то пишет, и мы бы сделали, ну, разнообразные. И таких бы роликов-то я уезжаю где-то 8-10 июня, это почти 40 раз бы мы встретились. Это была бы новинка под номерами. Потому что не всегда это будет такая возможность встречаться. Я уеду, да и вы уедете, вот и. А тут бы мы развернулись. Ну, понимаете, я тоже опять как-то об этом говорить, я не знаю. У меня разница по времени разная. У меня бывает, я иной раз на день перехожу, а иной раз на ночь. А я буду ожидать, когда вы позвоните, мне не надо точно когда. Я же все время дома торчу. Ну, когда ты ушел, вы увидите, что брякнули, меня нету. Сразу сигнал давать. Я бывает на улице, там, начну по лагерю, там, по редакциям ходить. Ну, проще это, лагерные дела. Но все равно я утром постоянно здесь. По московскому времени, это где-то, сейчас я скажу, это у нас 4. 4, ну, это, конечно, поздновато, это 4.30. По московскому, ну, первый час ночи. А потом я целый день на ногах, да круглосуточно, можно сказать. Ну, уже вечером, меня с 9, тут уже не найдешь. То есть, по московскому, получается, с 5 вечера, с 17. Вот, до 17, ну, и там до утра часов 5 кинуть. Вот там мертвая зона у меня, а так-то я все время здесь. Поэтому вызывать-то не я буду, а вы. Я только могу. Вы мне скажите, вы хотите занятия делать, да? Ой, не занятия, а эти. Вопросы-ответы ежедневно даем. Уже 135 у нас получилось их. Вот. И каждый день мы что-то писали, говорили. А те-то люди так, как шиши, но у меня некому снимать. А глазок у меня не получается как. Они какие-то... В общем, сейчас я объясню, как можно делать еще. Вот вы снимаете с камеры, да? Тут есть в скайпе функция демонстрация экрана называется. Вот я сейчас могу вам показать свой экран, да? Вот сейчас, секунду. Так. Так, так, так. Вот демонстрация экрана. Вот смотрите, вы видите мой экран? Пока нет, крутится там колесико какое-то. А, вот сейчас вижу изображение, наверное, Христа, иконы. Да. Это вот мой экран. Вот я могу, допустим, ваш экран тоже так снимать. Допустим, я свою автозапись делаю, а вы свою. Вы будете на своем экране показывать, вот, ну, что там вам пришло, какие эти... Да. ...письма. Вот. То есть я свою автозапись делаю, вы свою, а потом я их совмещу, и будет у нас тогда такой ролик. Я запутаюсь, я просто боюсь. Очень. Я вам сейчас покажу, как это делать надо. Сейчас, секунду. Ой, не трать время, не сделаю. Там две кнопки нажимать, и все. Чувствую. Да когда экран видно, тогда нас с вами не видно будет, как я разговариваю, там что? Почему? Ну, я буду вести автозапись. Почему? Ну, вот, я, вы видите, я вывел. Я... Вот вас видно. Вот. И мы можем вот так вот сместить, допустим, в угол этот... А тут будете показывать, допустим, эти вопросы-ответы у вас, где будут идти. Но я думал... Смотрите, как делает... Вот я вам сейчас покажу. Смотрите, видите, у вас крестик вот такой есть, смотрите. Сейчас посмотрю, не вижу. Ага, вот, увидал. Но... Вот нажимайте на него. Ну, вот на этот крестик, который ваша стрелка где, да? Нажал. А ничего нету. Ну, там нажмите еще раз. Да не на мой, а у вас в скайпе есть такой крестик. А, в скайпе, вон, где внизу. А я на ваш нажал. Вот нажал. Сфотографировать. И смотрите, там написано... Сейчас, так, отправить файл, фото, показания, настройки. И там, вы смотрите, есть демонстрация экрана, видите? Так, подождите-ка. Отправить контакт? Нет. Нет, написано, должно быть демонстрация экрана. Подождите. Вот, нашел. Нажать на него? Ну, вот, ну, пока не надо. Не нажимайте. Вот, когда вы его нажмете, я могу увидеть ваш экран, что у вас там на экране. Понимаете, как? Вот. Но мне это не надо, допустим. Ну, я не знаю, как это лучше сделать. А почему этот вариант, который я сказал, как с вами обычно разговариваем, и дальше, который я вопросы засчитаю, ну, оповестил там? Нет, ну, лучше было бы, чтобы вы показывали, откуда вы засчитываете, понимаете? Нет, это ничего не значит. Мы не всегда показываем даже. А, хотя сейчас показывают. Ну, я же считаю, что тут недоверие какое-то. Я же без обмана. Нет, мы запутаемся, у нас все пропадет, ничего не получится. А вот как мы с вами... Я же предлагаю. Мы с вами-то разговариваем вот как. Вот тут было бы здорово. И вы попутно, прям сразу, и какие у вас вопросы возникают дополнительно, или потому, что я говорю, комментарии какие-то, это новинка была бы. Не просто я просчитал и ответил. Я не знаю, где у меня, я что, я не против, это по времени надо будет договариваться. Ну, время договариваться, как утром, если свободны. Но я могу сказать, или даже, ну, брякнуть. Или там... Я сам буду говорить, какое у меня время свободно. Ну, да. А я-то, ну, утром-то всегда в одно время встаю. Помолился только, и все. Поэтому уже, считаю, 5.20 мы свободны. По-нашему 5.20, по-вашему сейчас 20. В это время мы уже свободны. Начинаем запись делать. А где же этот игумен-то, он... Откуда он, с какого города? Москва, Данилово монастырь. Он там большую должность занимал. Но я где-то считал, может быть ошибся, что он полностью с ними... Они его начали травить страшно просто. И он ушел куда-то в какую-то юрисдикцию. Православную, конечно. Но он это или нет? Я видел, уже он интервью дает там... Не он, может быть, даже. Но это было давненько. Но его брошюрка была здесь, она мне понравилась. И я сделал прям настоящие большие разборы. Они у меня будут уже в роликах стоять, эти разборы. Сейчас я вопросы-ответы с сайта беру, и мы озвучиваем вначале их. Их будет много. Просят, что на сайте-то они у нас стоят, вопросы-ответы. А теперь решили мы 10-минутные делать. Если большой, то бывает минут 15. А маленькие, все равно набираем на 9 минут. И таких, если только все будет благополучно, примерно, ну я так думаю, полторы тысячи выйдет этих роликов. Мы очень большую работу начинаем делать. Но это на несколько лет хватит зачитывать. У нас же 4124 вопроса-ответы. А этот Игумен, вы его прямо с ним недавно переписывали, да? Как? Я не знаю даже. Это мне его Юрий Соболев скинул на меня. Вот что. Он сказал, говорит, у него просчитал такое, схожее с вами. Ну а я-то сразу его зарядил в поисковик-то. И у меня в книгах он... Два или три ролика про него говорили. А это когда он, в каком году он переписал? Так, я вчера посмотрел. Ну не менее, кажется, как в седьмом году. Где-то так, наверное. Я думаю, что вы с ним переписывались. Нет! Я сразу ему написал письмо. И сказал, что брошюра ваша... Он говорит о некоторых недостатках там церкви. Брошюра так большой, заголовок называется. А я ему говорю, надо было назвать не так. А написать всего лишь о некоторых. Потому что он в это говорит, что вот это спас Христа, это лубочное христианство. Медовый, яблочный спас. Какой он скорбный, кровавый на Голгофе. И птичьим языком-то, говорит, щебещим говорим-то. Это Алферов был, Тимофеев писал, он стал епископом. Называется «языщество и христианство». Ты, говорит, батюшка, исповедуешь людей-то? Ну да. Ну ты спроси, кого исповедуешь-то? Лежит, бабка помирает. Кто у тебя изображен на кресте-то? Тебе же ни один не ответит-то. Душа по природе христианской. Он говорит, какая? Единственное, у кого она была по природе такая, у Адама с Евой. Все, а теперь она изыщица рождается. Очень сильный такой. Я из него материал взял «К истину православия», там включил даже. Выставу православия, ну на нашем сайте, там можете прочитать часть этой статьи. Крепкая статья. Да, это надо его прямо это, разыскать надо его. Но я не могу, я не могу. Я написал на монастырь, он был в монастыре. Дело вот в чем. Там было одно время как-то, вот это, сейчас я могу маленько не так сказать. В Норд-Дольске-то когда было, там заморили-то, хотели освобождать, да пустили газу-то больше и поуморили людей-то всех-то. Ну и которых там поуморили-то, теперь их отпевать надо. И пришли, ну это все написано, чуть ли не в Загорской, там какой-то молодой совсем батюшка, ну молоденький прям, не по канонам поставлен это. Но он отказался отпевать. Кого отпевать-то, говорит? Там такое творилось, говорит, я не могу отпевать, я их, знаете, глаза не видал-то. На него как напали, это комсомольская правда, кажется, газета была. И так напали на него крепко. Я ему сразу написал туда письмо, держись, батюшка, ты прав. Ну ему ответить, наверное, нельзя было, а может и не отдали даже письмо. Он, ну любой вот такой смелый призыв, он всегда трогает сердце, тем более, если ты этим живешь. Это глоток свежего воздуха. Инат Ильич, а вот мне люди, ну немного, в принципе, ну так, достаточное количество людей пишут, ну в соцсетях, где просят помолиться, да. А я говорю, а как я помолиться, мне надо знать вас, как я могу молиться-то. Вот, а как-то у людей, знаете, все запросто, помолитесь за меня. А я его не знаю, глаза не видел, как я за тебя, говорю, буду молиться-то. Вообще, как это практикуется-то? Я не знаю, как можно молиться за незнакомого человека? Я молюсь, но только так. Я сначала ему отвечаю. Немножко, чтобы осталось, немного сказал о себе. Первое. Второе пишу. У нас такой порядок. Молиться я ему показываю. Что это молиться? Три святой и сто поклонов. Вы готовы на это? Становимся одновременно сейчас же. Он скажет, некто, все, вопрос закрытый. Если ему поройшлось это к сердцу, я никогда не думал, там, вот так, я готов. Я становлюсь на колени. Все. Мы все бросаем, сразу молимся. Помолились, а потом уже, когда дальше, ну, другие дни-то, я говорю, Господи, кто просил молиться? Ты помяни их. Я не могу их всех поминать, мне дня не хватит. Но чтобы так он написал, если есть возможность, я ему скину материал, как мы молимся. Мы обязательно того поднимаем. Почему Иоанн Золотовый говорит, ни я, ни Бог тебе не поможет, и ты сам себе не поможешь. Я запиваюсь там, или что-то там, забухался, говорит. Ну, и я ему говорю, в чем дело, и что за это будет, скину места Писания. И теперь ты серьезно готовишься? Молитва тебе не поможет, если ты... Я молиться буду, а ты пошел за водкой. И при том, я не буду ни о чем молиться, кроме об одном. Да будет воля Божия. Я не здоровья вам не прошу, ничего. Если Господи угодно, дай ему здоровья. Но ему угодно спасение. Господи, сделай так, чтобы душа его пробудилась, пошла к свету. Вот на меня, который нападает, у меня ни одного врага нет, за которого бы я не молился. Мне это дается понять, что сегодня последний день, и все наше сегодняшнее, оно такое мелкое, такое пустое, даже говорить не о чем. Потому что мы уходим навеки, навсегда. А умрешь, тогда хоть что на тебя говори, заступиться ты за себя не сможешь. Ну я правильно говорю, я говорю человеку, не нужно вас узнать, хотя бы в скайп позвоните, поговорим. Я не по скайпу, а вот это, под скайпом там напишу, так бывает. Ну сказать, какой процент, я не знаю, но скажу, что процентов 80 людей согласны молиться. Согласны. И, ну не знаю сколько, но процентов 30 дают ответ. Ответ, результат молитвы. Иногда даже испугаешься, быть не может этого. Мгновенно, прям сразу. Сразу. И он понимает, что у него ничего этого не было никогда. Это вы так молитесь, так Бог слышит, и у него как-то там все, и тот человек к нему пришел. Бог делает, я ничего не знаю. У меня ко мне подходить нечему, там гордость. А что тут мое? Пустое-то. Вчера я одному человеку вот держу телефон, и мне надо позвонить. Ну настолько щепетильная операция. Ну как сказать ему? Не знаю. Тут должен был один помочь священник, и он отказался. И отказался по скромности. А те люди ждут ответа. Не знаю. Вот если бы этот человек приехал, кто-то оттуда, я опять телефон возьму, уже третий день в руках держу, и не могу позвонить. А Никита кричит. В ограде, говорит, человек этот идет. Я говорю, ты что, я в руках, так телефон держу, он уже идет. И вот из другой местности приехал. Я говорю, как ты приехал-то? Приехал, да и все. Я даже позвонить не успел. Был тут один священник. Он не священник, а семинарист. Четвергов Вадим в местной семинарии. Ну а местная партихальная газета, миссия Алтая. Там они хорошие, это видно, которые такие грамотные бывают семинаристы. Пишут свои статьи. И у него вдруг я считаю, а я слежу за этим? Статья серьезная. Я говорю, знаете что, пойдите узнайте, что это за студенты. Мне пришли, сказали, говорит, он из них выделяется. Да. Четвергов Вадим. Тогда на какой-то день праздничный я в книге связал, не знаю сколько, но книг шесть. Конечно, трехтомник, истинно православие, для слова Божия нет. И говорю тут с одним братом, я говорю, сейчас праздник, идите в Покровский собор, а семинаристы-то утром-то они там поют. И как-то его перехватите и подарите ему. Я ему написал, что мне статьи ваши нравятся, чтобы Господь вас вел. А этот-то такой брат хороший-то отказался. Буду я во время службы там где-то. Я говорю, вопросов нету. Я сам иду тогда. Ну тогда другой брат, они вдвоем были, берет. А этот-то брат-то заревновал, у него книги отобрал, я сам передам тогда. Ну знаешь, кто это Дыбунов. Он задыбился маленький, на дыбы садь. Ну и правда. И он там спросил, когда пришел-то, и передал ему книги, его позвали, а потом мы с ним встретились. Встретились, он, видимо, уже женился, теперь он священник, и недалеко, в соседний город, где-то его направили. И он там, идет в дороге, меня увидел, разулыбался, подошел, давай благодарить. Вот я говорю, что значит? Я говорю, стал смотреть своих, за кого молюсь-то. И только сегодня до вас очередь дошла, я говорю, где же он теперь? Потянуло меня на улицу, выхожу, он идет. Вообще, настолько у меня это интересная встреча. Кому скажут, а вы придумываете. Чего ради-то придумывал бы? Я про него и не знал, даже... У меня было такое, я уже лежал где-то 9 лет, вот, и у меня был художник один знакомый, я его не видел 15 лет, понимаете? Ну, 15 лет, и я лежу и думаю, а у меня тут тогда только компьютер, только интернет появился слабенький такой. Я думаю, где же мне его искать, а? И вот я только начал об этом думать, и мне заходят родители, телефон несут тебе, Дима какой-то звонит. И я подошу... Представляете, я о человеке подумал, которого не видел 15 лет, и он мне звонит. Представляете как? Это Бог, наношу немощь. А у Бога телефон-то не ломается никогда. К Богу звонить, говорит, если хочешь, у него есть телефон. Книга пророка Иеремия, 33 глава, 3 стих. Набери, что там написано? 33,3. День и ночь можно звонить. Вот посмотри. Я потом посмотрю. Ну, ладно. У меня где-то или мое, или что-то стихотворение было такое написано. Ладно. Ну, ладно. Тогда это... Спишемся, в общем. Ну, мне потом... У меня там есть вопросы еще кое-какие. У меня вот по последней... Я выставил последний ролик, у меня беседа есть, но вы его знаете. Я вот, Сим, он у вас такой... У вас с ним были беседы. Вот. Ну, помните, да? Ну, я смотрел какой-то там ролик. Вы там украсили, фотографию вставляете, там все. Я посмотрел. Ой-ой-ой, кино настоящее. Наша беседа с вами. И там отзывы все прекрасные. Нет, я... Я последний вот поставил ролик у меня на этом, на канале. Вот я там Сим... Вы с ним уже три раза говорили. Вот послушайте. А я задам вам завтра вопросы на эту тему. Там вот мы разбирали с ним вопрос о детях Божьих. И вот, и о том, как принять Христа, да? Кто такие дети Божьи, как Христа принять? Вот. И у него какое-то такое вот, ну, якобы, свое учение по этому поводу. Это у кого? У кого? Ну, Симон, вот. А, Симон. Ну, ну, ну. Ну, вот. И мы, и вот, это самое... Ну, и как бы он мне предложил свое послушать. То есть, то, что мы занимаемся вот такой демагогией, да? А не углубляемся вот в эту тему. Вот, как познать Христа, к примеру, да? Все говорят, он говорит, познай Христа, познай Христа. Ну, давайте об этом поговорим тогда, потом. Ну, да. А он ко мне-то выставляет на форуме-то. Я не пойму никак, кому он это говорит? Ко мне или к собеседнику, к оппоненту своему-то? Или кому? Ко всем православным. Вот. А у меня ролик такой, я ему постоянно вопрос даю. Я говорю, ты кому? Мне говоришь или кому? Ты мне расскажи, кому ты это говоришь? А он да никому, это просто вот слушай. Вот, как бы. А он не конкретизирует, понимаете? Конкретики нету никого. Я говорю, ну, есть люди божьи, есть люди плотские, да? Ты кому говоришь, плотским или божьим? Он говорит, ни тем, ни другим. Вот и вот, вот как-то так. Ну, посмотрите. Понятно. Которое мы последний раз говорили с вами, вы его как-то уже там, наверное, поставили? Я его обрабатываю. Я его... У меня, в общем, понимаете, у меня тактика какая. Вообще вот у таких людей, которые занимаются, ну, как мы с вами, да, я не знаю, как они называются там, в общем, блогеры или как они, я не знаю. Так, есть, есть, в общем, традиция такая. Ролики, они, как бы, ставят два раза в неделю, чтобы, ну, держать, в общем, в таком вот накале своих посетителей, чтобы они постоянно, как бы, в таком были в ожидании. Вот. Ну, три раза максимум ставить, это если уж горит. Вот, понимаете? Я вот следую вот такой традиции, я ставлю два-три раза в неделю ролики. Понятно. Ну, так что? Вот по субботу, наверное, уже можем попробовать. До субботы у меня Никита здесь. Мы тут запишем все это. А дальше пока не совсем понятно, как будет. Ну, договоримся. Ну, я-то посмотрел, вот как сейчас. Мне-то удобнее всего вот так. Я засчитываю, а счетом с текста не видно. Его не обязательно видеть даже раз... Ну, я вот считаю... Здесь не обязательно, я просто предложил, а... Это меня запутаются. И замкнет в этот момент, ну, и шабаш тогда. Тогда хуже будет. А вот так-то говорим. Я сказал, ну, все, на сегодняшний день все. А вот потом сразу же, прям сразу, и ролик не прерывай. Это в ролик будет входить. Какие у вас были темы там, что-то возникали. И вы туда же к этому, как за день, что было. У нас это будет такой интересный тандем. Ну, ладно. Ну, вот так. Это тоже, что мы говорили, ролик. Ну, ладно, все, тогда я спать пошел. С Богом. Спасибо. Все, с Богом. Алилуйя. Алилуйя. Спасибо. Продолжение следует...